Думаю, что все мы понимаем, что главный вопрос сегодняшнего дня, главный вопрос, который интересует граждан нашей страны, о том, в каком состоянии находится экономика, национальная валюта, как будет развиваться ситуация в социальной сфере в этой связи. Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами, прежде всего, но исходим из того, что нам многое не сделано из того, что мы планировали сделать и говорили о том, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно, с учётом как раз вот этой благоприятной, в данном случае, внешнеэкономической конъюнктуры, когда деньги, в основном бизнес, старался вкладывать туда, где можно было извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестроить вот этот механизм достаточно сложно. Сегодня ситуация, как вы знаете, поменялась, влияет на сегодняшнюю ситуацию и внешнеэкономические факторы. Прежде всего, конечно, цена на энергоносители, на нефть, а за ней тянется и цена на газ. Считаю, что и Центральный банк, и правительство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. Есть и вопросы, и правительство, и Центробанку по поводу своевременности, качества этих принимаемых мер. Но в целом абсолютно адекватно и в правильном направлении происходят действия. Надеюсь на то, что сегодняшнее, вчерашнее снижение курса иностранной валюты и повышение стоимости национальной рубля сохранится. Возможно ли это? Возможно. Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть и будет ли это влиять на национальную валюту и, соответственно, на все другие показатели, включая инфляцию и так далее? Да, возможно. Что мы в этой связи собираемся делать? Мы собираемся применять, использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно, напомню, в 2008 году. И в этом случае нужно будет сосредоточить внимание на помощи людям, которые в этом действительно нуждаются и сохранить, я хочу это подчеркнуть, сохранить все наши плановые показатели по социальным вопросам и проблемам. Имею в виду, конечно, прежде всего, пенсии, имею в виду заработные платы бюджетников и так далее, и так далее. Безусловно, если ситуация будет неблагоприятна вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Безусловно, придется что-то сокращать. Но также, безусловно, я хочу это подчеркнуть, как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Как минимум, по двум причинам. Во-первых, рост мировой экономики будет сохраняться, темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться, экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. И повторяю еще раз, после этого рост неизбежен, в том числе и потому, что и конъюнктура внешнеэкономическая будет меняться. С ростом мировой экономики потребуются дополнительные энергетические ресурсы. Но за это время, и вот в этом я уже не сомневаюсь, нам все-таки многое удастся сделать с точки зрения диверсификации нашей экономики. Потому что жизнь сама будет нас заставлять это делать. По-другому будет просто невозможно функционировать. Поэтому в целом, и повторяю, и это, безусловно, мы будем исполнять все наши социальные обязательства, опираясь на те резервы, которые у нас есть. И, слава богу, они у нас даже в этот год подросли. Напомню, что резервы Центрального банка 419 миллиардов долларов, и Центральный банк не намерен их полить бездумно и правильно. И резервы правительства ФНБ и Резервный фонд правительства подросли в этом году примерно на 2,4-2,5 триллиона рублей. Общий объём резервов – 8,4 триллиона. Опираясь на эти резервы, уверен, мы спокойно будем решать основные социальные вопросы, будем заниматься диверсификацией экономики. И неизбежно, повторяю ещё раз, ситуация встанет в нормальное русло.